здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 23 июля вторник как всегда последнее известие сегодня должен хочу предупредить они сегодня настолько неожиданно казалось бы невероятное что иногда граничит с конспирологией но поскольку мы с вами конспирологию категорически не верим постараемся разобраться в реальной ситуации и так 24 часа которые прошли после того как байден снял себя с пробега президентской гонки и вместо него на финишную прямую выходит камала харрис за это время произошли невероятные события но сначала что это за событие за это время объявили о своей поддержке безговорочной камалы харрис все столпы демократической партии во главе с нэнси пелози практически все вот самые звучные известные имена которые вы знаете в палате представителей где сейчас у демократов 213 мест практически сразу же течение как поговорю в двадцати четырех часов 182 демократа объявили о полной поддержке харрис потом дальше добавились к этому и остальные среди губернаторов 23 губернатора а демократов как раз 23 объявили о поддержке причем среди были именно те в частности которых рассматривали в качестве альтернативы камалы не среди них такие люди как губернатор калифорнии ньюсом о котором я вам говорил и прочие достойные лица к джош шапиро из пенсильвании и так далее затем сторонники камалы собрали за 24 часа 81 миллион долларов в ее кассу предвыборной борьбы это был рекорд рекорд кто не знаю за все время или не за все время но в это же время люди трампа собрали для него 53 миллиона чувствуете разницу а вот на вчера на 12 часов ночи вот эти 81 миллион они превратились уже более чем 100 миллионов долларов то есть это прорыв который свидетельствует о массовой поддержке энтузиастов среди избирателей потенциальных которые проголосуют за демократии представителя демократической партии что примечательно среди этих 81 или теперь уже 100 миллионов долларов это донаты в размере от 5 до 10 долларов вот с купюрами 5 и 10 долларов маленькие донаты и их сделали более 900 тысяч человек близко к миллиону рядовых избирателей что свидетельствует о энтузиазме и действительно поддержки горячей на местах ее ждали но не то что ее но ждали свежего человека на этом мрачном небосклоне где были два человека которому одному 78 лет другому 81 нужно было нужно было свежее лицо энергия ну и вот она появилась что еще интересно сменилась сразу же практически ориентация так называемого афроамериканского корпуса или сегмента электората где-то вот в последние недели до того как байтон ушел в отставку и снялся с пробега вот этот кокус блок избирателей черт чернокожих он начал постепенно склоняться в сторону трампа и тот вот как только камала была провозглашена представительницей не кандидатом от республиканской партии но неформально пока естественно весь этот кокус резко развернулся и опять повернулся лицом к демократам сейчас то есть 20 в течение 24 часов сами себя организовали 30 тысяч чернокожих женщин и 40 тысяч чернокожих мужчин которые сели за телефоны и начали обзванивать потенциальных доноров мелких уговаривая их пожертвовать фонд камалы это успешно то что они делали это успешно вполне крупнейшие профсоюзы начали заявлять о своей поддержке харрис и внимание это чрезвычайно важно вы помните когда ники хейли дебатировала участвовал в гонке против донала трампа у нее образовался комитет политического действия или политических действий ники хейли и когда она закончила значит сняла себя с пробега она призвала этот комитет который представляет всех тех которые голосовали за нее отдать свои голоса доналлу трампу и потом лично на выступила на съезде республиканской партии и призвала к безоговорочной поддержки трампа так вот первые часы после того как была провозглашена кандидатура каналы харрис комитет поддержки ники хейли а это республиканцы напомню вам но не тупоголовая как под мага а люди у которых есть мозги которые центристы которые либералы люди с образованием проживающих благополучных районах более-менее так вот значит этот комитет заявил о поддержке камалы харрис это чудо просто потому что ну так чтобы вот группа большая республиканских избирателей и тут же развернулась от республиканской партии в сторону демократов но это чудо это такая на грани фантастики а их если вы помните было много очень много там что-то от 20 по моему до 30 процентов она набирала в разных районах и считала что ее поддержка чрезвычайно важно и и уже республиканские политтехнологи засчитали в копилку трампа на предстоящие выборы не удалось все смешалось в доме оболонских ну что я могу сказать теперь надо надо вам представить камал харрис я так очередные отдельные штрихи чтобы поняли так сказать где она там находится и что из себя представляет родители начнем это очень важно родители отец из джамаги ямайки мама из индии очень высокообразованные люди прибыли сюда в качестве иммигрантов и занялись делом не садились на ссай на социальную помощь не ныли что им тяжело здесь живется как иммигрантам и так далее они пошли учиться никуда не у тебя в баркли это один из крупнейших мозговых центров соединенных штатов америки и возможно мира отец получил ну не просто они закончили этот университет кстати они там и познакомились отец получил докторскую степень научную в области экономики мать мать по моему индоктринолог тоже печь игры вот камала росла в этой семье и когда я разговаривал с представителями с одним из демократов а с двумя от республиканцев они это отметили они говорили ты писаешь интеллектуальную разницу тех миров в которых жила камала с одной стороны а с другой стороны вэнс и трамп с юных лет с одной стороны вот эти высокообразованные люди доктора наук закончившие беркли другой стороны джейди вэнс которого ну так вот сложилась ситуация что семьи мамы папы нет мама на наркоте сидит воспитывает бабушка затем трамп которого папа фред делает отписывает его от армии не дай бог придумывает через значит своего дружка который снимал офис врач был который снимал офис в доме который принадлежал папе фреду так вот они придумали что у трампа шпоры на пятках поэтому не может служить в армии но и вообще так в плане интеллектуального развития сама хари закончила гарвардский университет ну и в конце концов она была из сенатором но я считаю что самый такой яркий пик карьеры это генеральный прокурор штата калифорния генеральный имеет право на это она занимала эту должность на 6 лет почему генеральный так не просто там скажем прокурор да потому что штат калифорния если бы был он отдельным государством который бы среди других государств мира сравнивался по воловому национальному продукту то государство калифорния занимала бы 4-5 место в зависимости того кто как считает один штат калифорния четвертое пятое место по воловому национальному продукту среди стран крупнейших мира в два раза больше чем вся российская федерация по объему волового продукта поэтому вот представьте себе две российских федерации и в ней главный прокурор вот это примерно так кавала харрис чем она была тем она отмечена была на этой должности недавно она заявила вот одна из первых встреч со своими избирателями уже в качестве кандидата потенциального она сказала что в процессе своей деятельности в качестве прокурора я работала против мошенников против сериальных сексуальных маньяков которые насилуют женщин проходимцев всех мастей которые причиняют ущерб финансовой системе стороны конкретным физическим лицам и так далее поэтому заметила она мне знаком тот тип человека который представляет доналд трамп то есть с появлением на небосклоде камала харрис вся эта предвыборная кампания превращается в кампании или соревнования прокурор против приговоренного судом уголовника это уникальное согласитесь компаниям и в руководстве республиканской партии среди политехнологом уже это поняли потому что когда к ним обратились технологи демократическая партия а как насчет дебатов там же намечены были вторые дебаты в сентябре месяце услышал это предложение вопрос помощники трампа резко съехали с этой темы она теперь для трампа не актуально потому что она наверняка превратилась бы типа в допрос прокурор против уголовного уголовника признана таковым и осужденным судом у республиканцев бардак то есть они поняли что они попали почти в западню ну по-первых появились сомнения в правильности выбора венса качество вице-президента поскольку значит если бы шла кампания байден против трампа вице-президенты где-то там на заднем фоне особенно их незаметно поэтому его так и взяли для того чтобы ну как я вам говорил выполнить функцию превращения демократической республики в авторитарное государство а теперь когда надо говорить вот и проявилась большая разница между венсом и харрис тем более они еще не знают кто будет вице-президентом то есть кандидатом на должность вице-президента вторым номером у харрис там тоже могут быть неожиданности короче говоря венс как-то так вот совсем подвис чернокожие избиратели отворачивается причем резко молодые что интересно есть у них такое поколение z это те люди которые слушают рокеров не рокеров а вот современную музыку я даже не знаю как это называется направление короче говоря молодые певицы последняя одна из них я запомнил ей 21 год уже поместила у себя социальных сетях призыв голосовать за камалу харрис но это и следует ожидать дальнейшего развития этой тенденции потому что раньше то какая тема была этой избирательной кампании старый джо байден который уже ну интеллектуально физически не способен выполнять функции президента следующие четыре года а теперь то же самое остается формулировка только вместо байдена там появляется донни трамп старый самый старый теперь он кандидат в истории соединенных штатов америки который вряд ли сможет выполнять функции президента страны поэтому какой смысл его выбирать разные люди энергетика ушла от республиканская партия на полностью на стороне харрис наверное кто слышал как она говорит как она танцует и смеется смеяли смеются другие на тем как она смеется или нет это десятое дело но это заводит молодых энергичных ну и у у республиканцев возникает закономерный вопрос а что делать и варианты у них по большому счету закончена вот аналитики пытаются прикинуть что теперь может изменить ситуацию то есть вы понимаете когда они разбираются в том что случилось и как это случилось то получается неожиданная картина и если она вся продуманная если это все было не случайно а продумано запланировано то это какое-то потрясающее невероятно просто успешная операция которую провели демократы ну есть во первых сообщение о том что трамп настолько расстроен что собирается снять джейди вэнса с пробега заменить его другим человеком не знаю насколько это реально но разговоры идут серьезно кстати вот хочу вам отметить дальше будут цитировать чтобы это очень важно чтобы понять когда что как чего сказал так вот в январе двадцать четвертого года когда хели еще если не ошибаюсь она вела дебаты против трампа так вот цитата если доналд трамп станет кандидатом от республиканцев мы получим президента камалу харрис сказала умная ники хели продолжает цитата запомните мои слова он не сможет победить на всеобщих выборах он не сможет привлечь независимых он не сможет привлечь женщин из пригородов пригорода в это там где продаживает такое состоятельное более-менее благополучное население в отдельных домах приличных там усадьбах далее вот один из аналитика значит развивает следующую мысль по его мы по его предположениям или подозрениям вся эта история вот с теми дебатами которые провел и как их провел байден и затем вся история как пытались его убедить уйти с должности и наконец его решение уйти и появление камары кама камалы все это результат запланированной операции то есть по его мнению значит байдену или он сам сообразил или возможно его утомили а вы помните я вам рассказывал в реальном времени что его возили туда-сюда в течение там трех дней он спал по моему 8 часов всего-навсего за три дня то есть достаточно такой маршрут был и такой график расписания что можно было утомить и молодого и поэтому вот он появился в таком состоянии физическом и ментальном на этих выборах с раскрытым ртом из которого доносились какие-то несвязанные звуки и так далее потом потом начались дебаты тут же фактически причем дебаты со стороны представителей или даже не представителя сторонников республиканской партии в том числе в крупнейших средствах массовой информации затем то же самое покушение вот сюда как-то вписывается на на трампа но это было потом это было потом а вот если взять со стороны только демократической партии вот эта вся раскрутка истории ой боже что же делать байден практически не способен дальше вести предвыборную кампанию куда деваться и потом значит его уговаривают а он отказывается и слышится со стороны его ближайших так сказать сторонника помощника в окружении история что он готов биться до конца никакого не никто его не заметит и так далее и вот это все раскручивается 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 и потом выходит на арену камала харрис и все это значит и все это летит под откос что делать что спрашивают вот эти аналитики и вот из них из них пишет республиканцы похоже утратили реальные варианты того как изменить обстановку он обращается так сказать к ним что вы избираете что вы собираетесь делать теперь снова стрелять в него то есть мысль какая что пожалуй единственным радикальным вариантом как эту ситуацию опять оживить это устроить покушение на трампа второе невероятное или же но так слишком конечно но может ли но нужно придумать что-то такое что по своим по своему драматизму потенциальному влиянию на умы населения было адекватно а что это такое где она и как его придумать а времени все меньше то есть просто 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 ситуация возникает невероятное вот эти все размышления они подкрепляются двумя статьями которые в разное время были опубликованы весьма уважаемом журнале для для людей мыслящих под названием the atlantic я вам неоднократно цитировал оттуда различных авторов рассказывала статьях подробно и вот теперь значит есть там такой корреспондент по имени тим альберта и он проник в кампанию называется предвыборная кампания трампа то есть ту группу людей которая осуществляла качестве режиссеров и исполнителей все его предвыборной кампании так вот интересно и то же самое у него были такие же контакты в руководстве компании байдена вы что интересно из его статей значит еще две недели назад либо республиканцы считали что у них все в кармане единственная у них мечта была или они молились буквально за это только бы джо байден не зашел с пробега минимум не были такие же мысли какую ники хейли потому что если уходит байден то трамп то есть место него появляется как сказала ники хейли камала харрис и тогда трампу труба того две недели назад статьи написано что у них все на мази все шикарно все шикарно только бы байден не ушел и вот теперь все разрушено как это разрушалось по его словам еще в супер вторник это вот когда начались праймерис и вторник где один из первых выборов где самое большое большое количество штатов голосовал одновременно представитель компании байдена сказал журналисту я не думаю что уже у джо байдена есть масса преимуществ но это вот так мягко сказал то есть так себе дела это говорит помощник по избирательной компании байдена но дальше он продолжает но я думаю что у демократов они есть давайте прожуем эту фразу то есть помощник не верит что жо байден так по большому счету может выиграть эту гонку и стать на второй срок президентом но он верит что у демократической партии такие шансы есть то есть а как они могут появиться джо должен на каком-то этапе сойти с пробега это тогда когда при выборной кампании фактически голосование только начинаются и примерно в то же время может чуть чуть позже об этом значит заявила некий хелли как-то разные люди из разных партий но мысли появляется одна и та же и оказалось что это правильная мысль как описывает этот журналист статье четырехмесячный период который прошел сначала этих праймарис и до настоящего времени в течение этого времени компания трампа прошла путь от самоуверенности связи с недостатками как и считали байдена у них были шапках закидательское настроение самого начала и так они и планировали все у них все видеоролики которые они записывали разрабатывали тратили на них деньги показывали избиратель все они были направлены против байдена и там тема была одна старый ментально старый физически не способный надо снимать с пробега это 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 не готовы то есть такого человека нельзя давать власть и это влюшало им самоуверенность потом когда уже среди демократов пошли разговоры о том что надо его снимать отстранять от гонки у них зародился страх у республиканцев и у трампа они молились над тем что чтобы джо не ушел и они были уверены что он не уйдет никогда потому что он словит человеком упрямым ну и потом кто кто отказывается даже маленького шанса или дорваться до кормушки или остаться при кормушке трампу ниже был хозяин соответствующие соответствующий опыт как он зубами держался за эту властную или провластную табуретку после то как проиграл выбор в двадцатом году они были уверены что он этого никогда не сделает но он сделал его не просто сделал решение то есть принял решение тем самым он сделал трампа и все его предвыборную кампанию вот господа пример как говорится опыт и мастерство не пропьешь и даже возраст его никуда не денет и сейчас по мнению значит этого журналиста со всеми его связями он сидел там он слышал что они говорят как разведчик работал штирлиц демократов среди врага значит в логове врага в рейсканцелярии трампа он пишет эта команда трампа в оцепенении и поэтому в сетях вызываю вы выражают опасения что жизнь трампа снова может быть в опасности то есть надо совершить что-то мало ли кому идиоту какого-то придет в голову первый выстрел этот покушение на трампа сделал то человек психически проблемные на но теперь другому начитавшись вот этого всего что сейчас обсуждается значит примет решение что надо спасать трампа к его чокнутый маговец второй республиканец зарегистрированы опять возьмет винтовку и так далее короче говоря сейчас охрана трампа является важнейшим так сказать элементом или вопросом предвыборной кампании ну и связи с этим связи с этим большие волнения потрясают москву кремль и тем те в те те соловьиные пометы те пропагандистские структуры которые работают над кремль на кремль и здесь такая журналистка по фамилии дэвис у меня впечатление что у нее корни бывшим советском союзе и она проводит мониторинг российских сми в основном теле 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 каналов и пишет интересные толковые статьи по этому поводу и вот уже в здании newsweek вчерашний она поместила свою колонку который говорится выступая в понедельник в эфире государственной телепередачи 60 минут депутат газдумы олег матвейчев посетовал что что решение байдена снять себя с пробега это катастрофа для предвыборных шансов трампа цитата он остался без козырей цитата заканчивается сказал матвеевичем цитата продолжается раньше он мог легко нападать на здоровье трампа то есть байдена а теперь ему не на что нападать более того нападение на байдена в этот момент будет воспринято избирателем как неуместное и грубое кавычки закрывается так более того сейчас все эти обвинения стол поворачивается на 180 градусов и все что они лепили вот можно брать все эти ролики менять за которой они заплатили большие деньги менять фамилию байдена на фамилию трампа и теперь демократы могут это выставлять я думаю они не не задержатся с этим делом и для хохма хотя бы все это дело сделают они теперь переключились это продолжает этот депутат говоря о стратегии республиканской партии они теперь переключились на харрис и пытаются атаковать ее но ничего нового к ней не прилипнет поднятие вопроса о том что она не совсем белая только активизирует ее электорат законодатель заявил что пора сорвать пластырь прикрывающий поцарапанное ухо трампа который многие в сша сравнивают с прокладкой ну вот который женщина знаете да в определенные дни месяцев используют для различных целей так вот пора снять вот эту прокладку с уха и дальше он раскритиковал флешмоб с ушными патчами или с ушными прокладками республиканской партии как устаревший и вульгарный и призвал республиканцев придумать что-то новое чтобы противостоять новой реальности вот такая ситуация виде как взволнована в кремле кстати это показывает это показывает на чьей стороне кремль потому что ты человек говорил с болью он душа раздер раздиралась он не на он не радовался тому что происходит он не говорил что нейтрально он делал предложение что надо делать чтобы исправить ситуацию потому что это очень важно для них для кремлевских для путина критически важно ну и с этим я перейду несколько другому вопросу но они взаимосвязаны вот примерно в то же время когда из кремля меня обвинили меня обозвали иностранным агентом хотя никакого отношения никогда повторяю не имел и не имею с российской федерации чем очень горжусь и меня где-то возмущает до глубины души попытки этой федерации примазаться ко мне свободному человеку свободному от мордора и от всем от всего что связано с так называемым русским миром так вот примерно в то же время у нас на канале появились личинки боты тролли трампизма я скажу так трампизма и их ну принципе не трудно выявить потому что их посты отличается но это посты гопников скажем так у меня такое впечатление что часть из них это безусловно русскоязычная часть из них работают именно там в российской федерации возможно какая-то часть из них находится в соединенных штатах америки которые на содержание источников из той же российской федерации но они попали эти на канал специфические между наш канал и поэтому она по и на фоне остальных постов которые делают наши регулярные зрители они просто одну вот как это как анекдот был когда цру попала свою папа послал своего агента в советский союз его взяли в первые два часа почему потому что он был черный а выдавал себя за россиянина нелегалом был такого значит их легко по большому счету выявлять это грубость мысли в мысли в мысли там одна что трамп это спасение для украины вот для чего не работают не главная цель добиться того чтобы трампа избрали еще раз поэтому он очень хороший просто принесет несказанное благо для украины ну и там многие из них не сдерживаются вульгарных выражениях короче говоря это гопники из подворотни ярые сторонники трампа но и учитывая чтобы у нас здесь я вам рассказывал когда-то из того что мне пишут у нас здесь на канале есть люди которые печь дегри доктора наук чем не только из россии не только из украины а правда нет печь дегри доктора наук а вот доктора науки соединенных штатов я знаю есть из латинской америки из европы и вот когда вот эта гопота появляется ее же сразу видно по запаху из этого самого отхожего места мировой цивилизации которые называют мордор я не россию называю мордор называют разные вещи мордор это государство путинского типа ну и еще значит что меня поражает в них то есть сейчас вот последние где-то месяца 8 трамп но он сбросил маску невзирая на предвыборную кампанию наступающую четко заявила своей позиции по украине это был трамп здесь штатах это совершенно очевидно об этом писали говорили никто это не опровергал это трамп дал указание республиканцам маговцам в палате представителей в результате чего 60 по пакет помощи украине на 61 миллиард был задержан на полгода что привело к критической ситуации на полях сражений потом он откровенно сказал его предвыборной лозуги центра украине который тут же поддержал dance не зря его но взял к себе в напарнике затем он выбрал орбана в качестве посредника между ним путиным и другими значит центрами влияния так сказать где отработали план который тоже понятен что первый же сразу же первый день после вот как его изберут он скажет зеленскому что все это мы заканчиваем помощь вам поэтому иди договаривайся с путиным шантаж то есть он собирается поставить украину безвыходное положение потому что понятно что без помощи из запада украина долго не протянет это если в полную на полную мощь не включится помощь европы это отдельный вопрос мы с вами поговорим об этом отдельно там все должно быть нормально господа так вот ну понятно уже понятно что это враг украину что у него полностью совпадает то что собирается сделать с пожеланием путина последнее вот подтверждение что там очень взволнованы у них плохо дело идет с финансами с экономикой сколько бы они не врали с вооружениями в частности с с амуницией поэтому им нужно как можно быстрее это все сделать и трамп это их это действительно трамп что в переводе с английского козырная карта и после этого значит появляться здесь у нас на канале я имею ввиду это новая кодла трампистских личинок и троллейботов это ну это просто безумие они теперь пытаются на что-то там сослаться что когда-то трамп что-то там сделал больше чего-то это ну я не знаю то есть не стыра не совести дело в них совершенно безнадежная потому что ну надо быть полным идиотом чтобы во всяком случае у нас на канале чтобы знать все это вы это все знаете господа я вам рассказывал о том что сейчас говорю в реальном времени мы все с вами переживали эти полгода когда потрясал конгресс потрясался вот этими дебатами о помощи украине и так далее то есть переубедить здесь кого-то на канале ну я считаю невозможным нет эти люди идут значит значит платят хорошо платят источник источник жизни и существования у друга значит работающий в пользу орбана кто его друг то он сам его назвал в своей речи на съезде республиканцев орбан 2 назвал с которым надо иметь хорошее отношение ким чан ин си он говорил отдельно но что касается путина то тут тут уже тут тут все понятно все понятно я напомню только на всякий случай недалекое будущее вот то есть прошлое когда его выбрали в 2016 году как только стало известно это новость в россии это же был праздник праздник как победа во второй мировой войне в думе устроили фуршет шампанским шумом вылетали пробки из бутылок из бутылок мадам клико один как сейчас помню депутат с бокалом в руке и это видео было долго циркулировала в ютюбе произнес короткую речь тост который звучало так америка наш и это без единого выстрела благодаря мудрой профессиональной и активной внешней политики нашего руководства не больше не меньше то есть открытым текстом вам сказали что они победили потом это подтвердили 17 агентств входящих тогда сейчас их 18 у разведывательное сообщество сша у них не было никаких разногласий по поводу того что раша и и спецслужбы оказали важнейшую роль для оказания значит влияние на результаты на ход президентских выборов с тем на на стороне трампа там не было зафиксировано что сговор был хотя можно было его найти но это отдельная проблема как-нибудь можно разобрать там оно было все там но решили по разным причинам не 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 ставить точки над и здесь но то что раша серьезнейшим образом помогла трампу стать президентом в шестнадцатом году это однозначно ну и понятно значит что все это они не говорят о сегодняшнем дне вот эти тролли тролли личинки они говорят или о том что люди они надеются забыли или что вот трамп победит поэтому голосуйте за него и тогда будет вам счастье какое счастье будут когда он уже десять раз сказал что он сделает в отношении украина это 10 опять вопрос а в прошлое значит коронная карта у них коронный ход что вот трамп первый дал джевелины спада я значит чтобы не быть голословным они так руками пасы делают воздухе выдвигая этот тезис я вам дам две статьи журнала foreign policy если мало покажется им еще дам это по результатам импичмента слушание по импичменту трампа который начался и завершился успешно его импичментом в связи с его задержкой помощи украине так вот там же все ясно вот смотрите что было решение о поставке ракет украине было принято в декабре семнадцатого года при этом и здесь они ссылаются на конкретных людей в частности кэтрин крофт частности это тот человек который была директором по украине которая давала показания которая ввела стенографические стенографию всех этих слушаний заседаний по вопросу оказала поставках джевелинов так вот он был категорически против я имею ввиду трамп за его уговорили телерсон тогдашний госсекретарь министр обороны мэттис и тогдашний помощник по нациальной безопасности макмастер и тогда была ситуация когда совершенно не соображавший во внешней политике трамп нему тогда когда тогда говорилось подводили взрослых людей вот туда в эту детскую песочницу которые бы им руководили вот эти три взрослых дяди ему сказали сказали что давайте дадим украине грант и на этот грант поставим завелины а украина потом поймет что и надо больше и уже придет покупать за свои таким образом мы заработаем бабки для менталитета торгаша и дельца стиля трампа это было убедительно и он согласился он согласился после того как значит они его в этом деле убедили и весной то есть декабре 17 было принято решение но он его задержал все таки потому что другие люди более тонкие умные но не государственные мужи а жучки а ему подсказали другой вариант а давай-ка потому что уже тогда шли обвинения в том что россия помогла ему стать президентом но еще джо байден не хороший человек поэтому давайте задержим помощь а мы совсем зеленскому следующее что это следующее цвета но проявилась в разговоре 25 июля в этом памятном разговоре который послужил потом основанием для импичмента который носит зеленский просил мы хотим купить тип на этот раз купить то есть умные люди приняли правильно предсказали правильно что приедет теперь уже зеленский сначала переговоры вел порошенко теперь зеленский приехал говорит я хочу купить я не приехал это по телефону я хочу купить окей все хорошо так мы и так мы и ожидали но тут вам заявляют окей но я хочу чтобы кое-что для нас сделали первое он попросил деликатно конечно дипломатически чтобы зеленский да и государство под его указанием мудрым руководством чтобы украина заявила что это она вмешивалась в президентские выборы в соединенных штатах а не россия чтобы избрать трампа понимаете украина должна была заявить что она вмешивалась в президентские выборы на стороне трампа а второе второе это завести уголовные дела против байдена вот такая была господа ситуация дальше журнал foreign policy пишет что когда был разбор этих полетов вот обо всем этом рассказал вот это госпожа кофт и подтвердил на пресс-конференции 17 октября директор офиса управления и бюджета очень важное подразделение белого дома человек по фамилии маквейн 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 он подтвердил что пакет помощи украине был заморожен летом в попытке победе побудить украину провести расследование против демократов вот так то оказывал помощь украине но этого мало и этого мало ракеты были поставлены но трамп дал указание чтобы они были заперты в складах западной украине и ключ от этих от этого замком барного был в кармане американского сержанта то есть с одной стороны вроде поставил потому что уже уже шум идет уже идет импичмент а теперь он значит будет говорить ну вот видите я же помог ну как помог поставил закрыл и допуска у вас и у к этим ракетам не было пока не началось полномасштабное вторжение и пока байден не поставил 17 самолетов накануне буквально вторжения февраля 22 года и раскрыли все эти закрома а так как пишет этот самый форм полоси эти джевелины так называемые трамповские хранились на западе украины в сотнях миль от поля боя вот такие господа ситуации и вообще я вам если у вас конкретные вопросы возникают по поводу того что там трампистов кто-то чё сказал есть мне просто нудно понимаете вот разбираться в этой фигне потому что то что они не несут потому что эта фабрикация это выдумка на выдумке я не хочу тратить времени на это все поскольку сейчас идет столько столько важных событий которые нужно анализировать потому что от них зависит будущее и заниматься вот этому вот этой жвачкой тысячу раз ими пережеванные о том что там что-то там дал а это не оценили а вот теперь он опять еще что даст и так далее ну ну сил просто нет но есть дотошные люди которые разбирали на молекулы вот этот весь бред трампистский в русскоязычном эфире если у вас будет желание я попрошу или направлю вас туда где ссылки где они размещены были или если вы захотите попрошу чтобы мне позволили у меня на канале их разместить и дать соответствующие ссылки так чтобы вам решать а пока следующее важное пока мы тут пока тут идут дебаты и так далее в это время происходит развитие операции роналд рейган которую я задекларировал пару недель назад совсем недавно когда я говорил что американцы нато приняли решение сделать то что рейган сделал в конце в начале 80-х годов разместить ракеты средней дальности в европе европейцы даже говорят не просто средней а большой дальностью очень вглубь российской территории главная цель как я ее тогда сформулировал это сделать так чтобы петербурга ну до петербурга можно было лететь американской ракете но так чтобы ах боже мой там министерство обороны российской федерации смогли воскликнуть потому что дальше уже все времени на ничто другого не останется так вот 21 июля господа этого года два бомбардировщика ввс сша b-52h strata fortress состоящий из двух бомбардировочных состоящие из 2 бомбардировочного крыла взлетели с авиабазы луизиана они совершили как пишет американские значит издание исторический перелет через атлантический океан затем они пролетают воздушном пространстве норвегии затем впервые почему это исторически впервые они входят воздушное пространство финляндии когда они летели над и около норвегии их сопровождали истребители норвежских ввс затем финляндии опять-таки но истребители но уже финских ввс где-то в районе баренцево море воздушном пространстве на баренцево море их направились перехватывать российские истребители летом потребовали чтобы бомбардировщики изменили свой курс бомбардировщики не меняли курс что они сделали то есть они прошли в финляндию туда на юг к российской территории господа и я думаю что это была отработка удара по петербургу затем значит это было произведен замер так сказать сколько времени понадобится если помните мы с вами считали три минуты или четыре и так далее вот наверное эти расчеты были сделаны сколько времени нужно из финского и страны нато чтобы долетела до петербурга от дальше там до до москвы и потом вот они пролетели весь вдоль всего восточного фланга нато и приземлились впервые в истории на территории на авиабазе в румынии вот такой полет его называют знамена знаменательный из исторический и высшей степени полезная оперативной оперативная операция в результате которой было получено много нужных сведений для дальнейшее проведение осуществления операции роналд рейган то есть процесс идет господа так что российская федерация она поняла что нужно готовиться поэтому уже в 23 числа то есть через день если не на следующий через день в рамках планового учения российских сил стратегического назначения в республике морелл были проведены маневры с ракетами ярс причем какие маневры были интенсивного маневрирования действия интенсировано интенсивного маневрирования задача в чем состоит чтобы вот этими маневрами не дать ракетам противника потенциального странам нато соединенных штатов америки уничтожить и ярцы на территории российской федерации ну что могу сказать пусть конечно они работают над этим самым но пока до морелл и до этих ярцев дадет приказ из москвы то уже петербурга и москвы не будет поэтому и господа вся цель этой операции роналд рейган состоит в том чтобы как при рейгане заставить идиотов даже идиотов в кремле понять что идеи о возможности победы в ядерной войне что они действительно идиотские то чтобы даже идиотов идиотом стало понятно что это мечты идиотские поэтому надо с этим делом заканчивать а что касается вот натовцев прежде все соединенные штаты америки надо ускорить просто все это если бы не перед предвыборная кампания правда в соединенных штатах правда у меня есть надежда что теперь джо байден будет избавлен от необходимости готовится каким-то дурацким дебатом с этим оранжевым дони и теперь он сможет посвятить остаток своего президентства для того чтобы побыстрее все это провести а ему надо немного после этого полета масса информации сейчас ее проанализировать и прикинуть и нужно разместить или истребители f-35 на постоянной основе в лесах финляндии неподалеку от шоссейных дорог с которой они могут взлетать ну и наконец-то решить вопрос польша очень просит я думаю финляндия будет направо не против боеголовки без 61 12 на и после этого вот вам и решение всей войны всего комплекса вопросов вызванных агрессии россии против украины с учетом теперь надо настаивать с учетом ситуации на земле вы все это затвори и сотворили в результате наше нато оказалось вот на таком расстоянии и наши боеголовки и средства носителей носителей поэтому поэтому давайте решать ситуацию собирайте к своей манатки и уматывайте с территории украины вот господа на этом я хотел закончить сегодняшнее видео и как всегда слава украине вооруженным силам враг будет разбит победа будет за нами а вам дорогие друзья как обычно выдержки мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу до новых скорых встреч